здравствуйте дмитрий александрович добрый день очень давно прошло с последних съемок много вот сегодняшнее видео я не могу задать вам точнее не могу не задать вам вопрос где ваша рубашка жарко не новости не новый бренд нет это наоборот возврат кисток а даже тогда потому что когда мы ходили в сколково ездили в гиперкуб на гипер встречу там даже есть интервью вот одно небольшое я был в рубашку так что дань традиции я позор от кисток ничего просто так не бывает ничего ну и давайте тогда начнем наше сегодняшнее интервью с такой интересной ноты сразу я хочу задать вам вопрос вот у нас покупается очень много оборудования которое стоит в лаборатории который стоит на опытном участке да и возникает некое ощущение что нету последовательности то есть то лазер приехал потом опять другой лазер приехал зачем это все почему именно так вот это как-то обоснованно вообще или нет но может показаться что какие-то шаги совершаются лихорадочно непоследовательно но это только если смотреть со стороны это очень даже как вот недавно рассматривали по логотику до задавались вопросы и там было предложение допустим зеленой стрелочкой поменять на серу я почему но дизайнеры смотрят так ну понимать если дизайнеры по костюмам да но если мы посмотрим по сути но зеленая это экология зеленая травка деревья да мы сохраняем природу логично голубое синий цвет это но не принадлежность к лгбт там я ни в коей мере это другое это голубая вода голубое небо да без влачей кислород во всяком случае атмосфера планета голубая земля а серая серая намек на что когда предложили у меня первая ассоциация серые схемки там зарплата серая и так далее жизнь серая ну я не знаю дизайнер когда исходит да он должен исходить из чего-то вот если просто обыденный человек со стороны смотрит да там нарушается комбинация контрастные цвета это вроде бы ненормально но на самом деле всегда за этим должен быть смысл и поэтому технический дизайн отличается от обычный диск и даже в промышленности пищевой промышленности свой дизайн представьте кофе допустим зеленая упаковка или в голубой упаковке либо энергетик да ассоциации будут неправильно но по большому счету сейчас на рынке много встречается таких упаковок если зайти в магазин этого действительно в избытке но я так понимаю речь идет именно о логотипе славянка это логотипе славянки точно также горыныч да вот мы прежде чем остановиться на выборе цвета орал мы проэкспериментировали много вариантов цветов было много всевозможных мнений и так далее дизайнеры высказывали там ругались там кричали мы профессионалы и все остальное мы предложили какой вариант уважаемые коллеги давайте так мы окрашиваем блоки в разные цвета и предлагаем на выбор потребителя все потребители остановились на этом цвете тот который сейчас вот этот оранжевый оранжевый черный никакие другие потребитель выпал поэтому в бизнесе и коммерческих проектах ничего случайно не бывает точно также и выбор оборудования тоже случайным не бывает и приобретение тоже случайно не бывает оно все выстроено в определенные цепочки эти цепочки формируются исходя из того какое оборудование необходимо конечно объекте который мы строим вот необходимостью освоивания определенных технологий освоения технологических процессов сейчас и сегодня возможность их реализации потому что некоторое крупное оборудование допустим мы не можем приобрести и складировать и сейчас но но где-то в заказе находится вот что-то мы приобретаем сейчас и эти техпроцессы запускаем ставим осваиваем то что актуально и все это оборудование пойдет уже в конечном счете тут оно оно выбирается исходя из определенных документ этот документ называется технологическая часть нашего проекта сейчас ребята шума микрофон мешает час дленин дайте пожалуйста пока нам несут документ скажите как долго он составляется вот насколько я знаю проект существует уже больше 20 лет вот за какой период времени эта документация была подготовлена но 82 года вот этот вот этот документ спасибо вот это документ частности от техническое технологическое задание технологическое проекта это документу еще не было в пирамиде хотим не просят не называть пирамиду у нас нас настоящие пирамиды из документов бумаги и всего стального вот если мы посмотрим технологической части, то видим, что здесь происходит. Здесь все основное оборудование технологическое, оно приведено в эту технологическую часть. Вот это вот все, что здесь, подборка оборудования этого велась еще с 2009 года. С 2009 года. То есть уже 10 лет. Это уже 10 лет сформировалось. Поэтому сформировать такой перечень оборудования, которые здесь, на борту, за один месяц, за один год, это невозможно. Но вот чтобы наши зрители понимали, 10 лет, почему 10 лет? Потому что это кропотливый труд, это очень долго происходит, или потому что, может быть, не было необходимых возможностей для этого, может быть, еще какие-то были осложняющие факторы? Это колоссальный труд, потому что провести анализ всего оборудования, которое есть, предложения на рынке, выбрать из него именно то, что максимально соответствует цена-качество и предъявляемые требования, сделать коммерческий запрос, чтобы проверить, существует ли оно, производится ли оно на сегодняшний день, есть ли оно. Плюс еще просмотреть ту технологию, которую мы планируем использовать у себя, это очень много времени. А учитывая, сколько людей работает, если даже распределить об всех, ну это нереально. У меня один из вопросов, который мне задают и часто всплывают, говорят, вот, вы схемы, там, Евгений, можно оттуда с кабинета соседнего принесите справочникам, пожалуйста. Мы Евгения загоняем. Так что вот эта технологическая часть, это уже здесь собран труд колоссальный, многих людей и в течение многих лет. А разрешайте, посмотрю. А другой труд, другой труд, тоже говорят, что можно было, как можно было вот это вот все, да, вот одному человеку сделать там за, в разумный какой-то срок, там, если посмотреть, тут сотни схем, если даже по одной схеме в день проверять, это в год. А сколько времени уходит на составление одной схемы? На составление одной схемы, ну, в неделю. А там их сколько? Ну, в этом справочнике сейчас, ну, больше 150. Это серьезно? Ну, их же надо составить, проверить и так далее, да. Вот все говорят, ну как это, это нереально, это либо просто что-то придумано, либо что-то реально. Ничего тут не придумано и, да, проверки делались этих схем, но делались не так, как все себе представляют, что сидит один человек, мотает, проверяет и так далее. Потому что так эти задачи не решаются, на самом деле. Поэтому бизнес, успешный бизнес, строится на вещах, которые отличаются от нашей обыденности. То есть, если мы будем следовать обычным канонам, нереально. Вот сейчас выдаю коммерческую тайну, как проверялись эти схемы. Операторы, подготовьтесь. Да. Дело в том, что тут используются, можем сказать, пороки человеческие. Но, с другой стороны, не можно их барокками назвать, а с социалистической точки зрения порок, с капиталистической это коммерческая выгода и так далее. Ну, короче, сублимация различных интересов. Когда твои интересы совпадают с интересом другого человека. И когда все получают выгоду. У нас в основе проекта лежит, что все должны получить выгоду. Поэтому, я предлагал людям, которые мотают, говорю, хорошо, уважаемые, вот вы мотаете двигатели, да, у вас уходит вот такое количество меди, даже если вы работаете надеть. Теперь смотрите, если вы примените вот эту скинку, вы сэкономите медь, а сэкономив медь, вы сделаете пересортицу, возьмете себе медь мельчих сечений и дома на кухне вы намотаете стиральную машинку, пылесос и так далее. Получите прибавочный продукт. Хозяин не пострадает, заказчик выигрыши, потому что экономится электроэнергия, да, а сэкономленную медь вы положили себе в заказ. И таким образом вы за день там заработали какую-то тысячу рублей лишь. Вас это устраивает? Устраивает. Ну и поехали. Вот они намотали, когда первый двигатель, говорят, класс, а еще схемку можно? Можно. Результаты. То есть вы выдавали не сразу набор каких-то двигателей, а по одному? Поэтому я вот, представьте, десятки обмотчиков, я их раскинул, они мне все это проверяют, получают себе выгоду в виде провода, мотают, зарабатывают, я получаю результат. И таким образом сублимируя интересы людей, мы получаем синергетический эффект. Все мы. Да. И вот это позволяет решать задачи. А если решать лоб, как вот говорят, что, а вот я посчитал это столько-то десятилетий, это нереально, либо это институт. Да, но если вы будете так работать, то так и получится. Второе, что меня, допустим, часто упрекают, говорят, вот вы долго возитесь, там нифига вы сделать не можете, все это трепут, надо взять в гараже сделать и погнали. Вот в связи с этим у меня возникают вопросы, уважаемые, вы когда задаете такие вопросы, вы вообще историю учили? Но все прекрасно помнят историю компакт-дисков, да? Ну, сейчас они уже сошли, наняли. А кто-нибудь знает, как они появились на свет и в каком году? Честно сказать, я вот на этот вопрос лично не отвечу. Вот впервые они появились в фирме Глушкова, когда сделали пластик, и военные тогда сказали, ну, нафига, ну, пластик, нафига, он же разгорит, его поломаешь и так далее. Ну, эту тему забросили, потом в 70-х годах американцы попробовали, первые, я сейчас врать не буду, авторов не помню, но в конечном счете приказ о запуске к производству был подписан в 80-м году, вот с 60-го по 80-е, 20 лет. От идеи до подписания приказа, но это же еще заводы не были построены, еще заводы надо было строить. И когда мы у нас на рынке увидели эти компакт-диски? Вот ответ на вопрос, а сколько же реализуется проект, поэтому когда мне говорят, что вы долго возитесь, а покажите кто быстрее, кто смог сделать такое количество, такой объем, вот это вот все даже, вот я хотел бы предложить оппонентам, что вот возьмите, сделайте подборку оборудования для завода, для производства двигателя и засеките время, в течение которого вы его сможете сделать. Знаете, я даже попрошу сейчас оператора подойти и покрупнее заснять этот фрагмент, почему, потому что может быть не всем понятно, но в этом документе представлено конкретное выбранное оборудование со всеми характеристиками, и я так понимаю, еще с описанием с ценами, и с технологией, наверное, да, то есть все это обосновано. Вот под какие размеры, под какую оснастку и все остальное прочее. К каждому типу оборудования. Да, ну вот если мы дальше возьмем, достаем, да, вот они идут, все это идет, и так далее. Тип, название, поставщик, а отдельно есть экономическая часть, где выложены суммы, сроки, поставки, это же надо было даже обзвонить все вот это хозяйство, запросить коммерческое предложение, получить ответ. И насколько я понимаю, этот процесс, наверное, еще усложняется тем, что постоянно ситуация меняется, и выходят более интересные варианты, которые нужно учитывать. Да, ну и мы же развиваем технологию, потому что это был старт, ну а по мере проверки тех идей, которые у нас возникали технологических, мы вносим некоторые коррективы, поэтому и заложено в первую очередь покупается то оборудование, которое точно 100% будет использоваться в технологическом процессе. А дальше идет процесс актуализации. Да, потому что даже сегодня, вот сейчас мы ведем обсчеты некоторых технологических решений, и в этих обсчетах мы смотрим новые модели, новые технические решения, мы моделируем, проверяем их, и пересматриваем, после экспериментов проверки мы пересматриваем некоторые конструктивы машины. В частности, ну так получилось очень глупая вещь у нас, ну то же как всегда, идеи, они приходят спонтанно, ну иногда по-дурацки. И вот после аварии Суперджета мы сели и просто сидели, а что будет, если, да, ну ударила молния, ну и чего, а что будет, а давай проверим, а давай, а слабо, а не, не слабо. Взяли модель Беллиси двигателя, задали условие, задали эту модель, и задали условие, что разряд проходит в десяти метрах вот этого Беллиси двигателя, в свободном пространстве. Обсчитали, все замечательно, двигатель вышел от строя, магниты размагнитились. То есть вы пропустили заряд непосредственно рядом с двигателем? Рядом в десяти метрах. А как вы его пропускали? Ну модель Максвелл, он позволяет смоделировать этот процесс протеканием. Шутка-шутка, мы ради шутки это сделали, но предварительно вот такой результат, мы же, конечно, не делали это в корпусе самолета с растеканием тока, но само по себе вот этот результат, сам по себе этот результат, само по себе представление возможных ситуаций, несколько озадачил. Почему? А что будет дальше-то? Последствия. Если, допустим, для синхронного двигателя, ну там протек ток, большое поле через сердечник, ну он прокашивался и поехал дальше. А с этим что дальше делать? Если он размагнитился, перемагнитился, это же катастрофа на самом деле. То есть получается для двигателя это уже необратимый процесс? В данном случае это необратимый процесс. И тут, наверное, необходимо сделать следующее, что выходит за рамки нашего проекта, это сделать более тщательное моделирование с учетом реальных условий установки двигателя, реальных условий растекания тока и так далее. Но это задача не нашего проекта, потому что в простейшем случае, в самом примитивном случае мы можем себе позволить, роскошь такую сделать. То откликаться на более серьезные расчеты, ну бесплатно никто этого делать не стоит. Конечно. Но вот задача. Поэтому то, что есть очевидность якобы, мимая очевидность каких-то процессов, каких-то там событий, применимость, это одно, а что на практике, это совершенно другое. Поэтому, когда выдвигаются гипотезы, что это можно сделать в гараже, можно сделать так или иначе, это лишь гипотеза, это предположение. В жизни все выглядит совершенно иначе. Совершенно иначе. Поэтому можно рассказать много интересных случаев в жизни, когда предполагают, что будет так, а потом будет иначе. Мы можем снять много сюжетов. Но могу один сюжет рассказать, такой интересный, когда внезапно одна методика лечения позволила человеку, лечение, сразу скажу, странно, уринотерапия. Но эта уринотерапия позволила одному моему знакомому решить проблему житейскую. Он разошелся со своей женой, у него от первого брака ребенок. После развода квартиры его мамы, они вместе проживали, а его бывшая жена начала приводить другого мужчину. И они никак не могли решить этот вопрос. А у него еще плюс ко всему со здоровьем не ладилось. И он решил заняться лавринотерапией. Ему говорят, слышишь, что ты творишь? Что ты творишь? Ну ты же взрослый человек, нельзя до таких крайностей. Ну как-то он мне приходит, говорит, Дмитрий Александрович, помогу. Я говорю, что помогу? Вылечился? Не, не вылечился. Я говорю, что? Бывшая жена приходит мужу своему на обед готовить, а я как раз урину варивал. Ну и что? Ну она кастрюлю открыла. Я говорю, ну что? Больше я их не видел. Так что внезапно вот такие вот какие-то, казалось бы, экстраординарные антинаучные методы позволяют решать некоторые типы проблем. Чтите разведенки. Если уваривают урину, осторожно. Да, так что вот так вот внезапно уринотерапия помогла. Да, это действительно интересно. Можно не показывать фильм, а потому что у людей может быть двоякое ощущение, у наших партнеров возникло. Но это не фантастика, это жизнь. Это жизнь. Или к сожалению, или кому к счастью. Поэтому не все так просто. В жизни нельзя, вот в загалей, как говорят, высказывать, что вот это вот так, это так. Господа, уважаемые коллеги, ну есть жизнь, есть практика. Вот она, критерий истинный. Все остальное, это наши домыслы. Есть документы, практика. Есть документы, практика. Это все. А вот, Дмитрий Александрович, вот тоже такой вопрос, он как раз к этой теме. Мы живем, в принципе, в век информационных технологий. Идет очень сильное развитие. И сейчас каждый желающий может стать экспертом мнения и выдвинуть какую-то гипотезу, свое учение, в принципе, что угодно. Интернет это позволяет делать, в принципе, на раз, два, три. Вот, по вашему мнению, какой человек может считаться экспертом в чем-либо? Что у него должно быть такого, чтобы действительно, скажем так, нам, обычным обывателям и зрителям, нужно было бы его послушать и прислушать, и вообще обратить на него внимание? Что должно быть у человека? Человек должен жить в этом. Он должен в этом жить каждый день. Он должен, как бы, в этой среде, не просто начитавшись книг, он должен в ней работать, постоянно работать. Потому что очень много в книгах написано, очень много написано. Вот у меня мой дядька, Владимир Александрович Галейнов, он геолог был. Он погиб в 87-м году в экспедиции. И у меня с ним возник как-то диалог о происхождении угля. Потому что в книгах, везде, в школе мы знаем, что папоротники разложились. А как же так? Вот так вот в шахте находят отпечатки. Не просто отпечатки. Вот в почве корня начинаются троинистые растения, заканчиваются в кровлю, проходя через угольный пласт. И вот, несмотря на ортодоксальное изложение всех этих материалов, когда с ним побеседовали, показывали, он согласился. Потому что он не был таким вот косным, заскорозным. Он был восприимчивым ко всем новым. Но, однако, по сей день, пишут, папоротники разложились. Вот когда в угле один папоротник окаменел, остальные разложились, вот, кажется, этот папоротник сошел с ума, да? Он не сходил с ума, просто сошли с ума те, которые написали теорию такую, в глаза не видят. И вот если в этом жить постоянно, каждый день в этом общаться, не просто книжек быть, книги тоже, это очень важно, да, что написано. Но пишут люди, люди свойственно ошибаться. Всегда все подвергается сомнению. Эксперт, он всегда подвергается сомнению. Но он опирается не на то, что он прочитал или увидел, а на опыт, на знания. Потому что есть знания, но если ты тысячу раз применил и тысячу раз получил эффект, значит, это и истина. Вот если мы берем, допустим, вот эту схему, которая здесь, вы ее намотаете, она работает. Один раз намотали, два раза намотали, три раза на разных габаритах, и она работает, значит, что? Значит, она работает. Значит, она работает. Все логично. А если ты десять раз намотал, она у тебя не раз заработала. Ну, тут тоже два варианта. Или бы неправильно намотал. Да. Ну, а эксперт, он правильно сделал, потому что он разберется во всем этом. Поэтому мне все время удивительно было. Почему? Потому что если ты взялся ремонтировать телевизор и его не отремонтировал, то его могут на голове разбить. А если ты взял человека и не вылечил его, тебе ничего не сделают. Да. Хотя здоровье человека ответственно совершенно другого порядка. И тележелезка, да? Либо на автосервис, ты когда приезжаешь в машину, тебе не так сделали, так ты, наверное, там... Ну, наверное, человек услышит три господа богомань, да? Там сразу же. Так и есть. А в медицине, говорят, ну, особенность организма. Поэтому, как сказать, кто эксперт? Есть один случай, кстати, недавно я в комментариях встретил тоже, я этот случай хорошо знаю, только вот фамилию забыл, медикан. Раньше в Европе от послеродовой лихорадки больше 50% женщин умирало. А он определил, что надо руки обрабатывать, дезинфицировать. И тогда не будут умирать. И у него смертность, его больницы упала до 2%. Но когда он призывал своих коллег по цеху, что давайте, а те же тоже будете как эксперты, применяйте. Его на смех поднимали. В итоге его все-таки заманили в психушку и там залечили, за две недели отправили на тот свет. И лишь спустя 50 лет его методология была воспринята мером. То есть, получается, эксперт это еще не тот человек, который имеет какой-то опыт, но еще и тот человек, который может посмотреть с разных точек зрения и с разных углов. Да. И найти решение проблемы. Если он находит решение проблемы, независимо от чего, если он ее решает, он эксперт. И он признание получил после уже смерти, через 50 лет, и памятник ему извили, и все остальное. Сколько жизней он спас? Это эксперт. Вот взять Лаврентьев, да? У нас есть Сахаров, мы знаем, Слойка там, Сахарова, Курчатова и так далее. Но литийую реакцию ты расписал, кто? И Сталину предложил. Лаврентьев, юфрейтор, который даже образования не имел, среднее образование. Ему потом разрешили закончить среднее, потом высшее образование получить, потом инженером стать, да? Но все говорят, нет, 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 он написал вот свою реакцию, Сталину прислал после того, когда был подписан. Бердин, это уже запретило, да? Поэтому, да, ну, никто не умаляет заслуги, потому что организационные таланты там все, что собрали, организационные, сделали честь и хвала, и нижайший поклон. Но, изначально, это точно так же, как лампочка Ладыгина, да? Кто Максим узнал, приехал российскому правительству пулемет продавать, потом запатентовал себя, потом его же Эдисон переписал патент, сделал лучше его, да? А потом фирму Эдисона, кто контрапутал? Тесла. Тесла вместе с Морганом, хотя никто не изобретал, да, они сделали General Electric. А истина где? Ладыгин, яблочко в столетах. И как? Кто эксперт? Маркетинг. И вот, когда начинается переплетение знаний, опыта и умения решать задачи с коммерцией, с бизнесом, с получением результата, это уже совершенно другое. Дело в том, что у нас, как водится, мы научились изобретать, придумывать, мы не научились коммерциализировать. А коммерциализация, она требует совершенно других подходов. И так как у нас нет опыта, соответственно, мы читаем инструкции, которые нам предлагает Запад, пытаемся по ним делать, ничего не получается. Сколько фондов создано, сколько чего создано, где проекты? Нет. Реализованные, которые поставлены. Только там, где государство, где крупные компании. В связи с этим, еще один вопрос, который задавали часто на него ответы, должны купить, прийти там, проект если он у нас такой хороший, прибежали, купили, а с какой исполнитель? Купили кто, имеется в виду, потому что купили? Ну, Запад, там стояли компании в очереди, они были за покупкой, я всегда говорю, никто стоять не будет. Представим такую ситуацию, гипотетическую, вы живете у вас прекраснейший мальчик, девочка, флейта, тромбон, габбон там, великолепно играет, да, ну вот в спортсекцию пошли, а соседский мальчик, да, откачан, ну вот как, леща все время дают, да, ну че, раньше бы сделали что, ну пальцы поломали, звезды леют дали там, поймали в подворотне навешали, да, сейчас дело по-другому. Соревнования все, ВАДА, антидопинг, мачо взяли, все. И в принципе, да, проблема решена. И проблема решена, совершенно другие подходы, да. Поэтому, ведь если у вас хороший ребенок, а у соседа ребенок лучше, вы же не пойдете его, да, вы попытаетесь его что-то сделать, да, чтобы ваш был лучше. Точно та же компания имеет своих разработчиков, вот и что им делать? своих детей грубить, своих специалистов, оно ему нафиг не надо. То есть получается, насколько я это понимаю, если есть компания, ну допустим, возьмем компанию, которая производит автомобили Tesla, да, вот у всех на слуху, у них есть специалисты, у них есть техпроцессы отлаженные, стоят заводы, все налажено, все работает. Какой смысл им внедрять новую технологию, если можно, просто, скажем так, ее не внедрять и все будет продолжать, дальше работать. Ну да, я могу привести еще один пример, второго Дюкина, который в Винограде здесь создавал, ну, с нуля, в принципе. Одна из его разработок, она встала поперек горла, компания Telefunker, это та компания, которая зародила телевидение в Германии, все остальное, но немцы начали, это советское время было без патента, без лицензии, без ничего выпускать, в результате ее обанкротили, все-таки в результате обанкротилась она. И, а так к чему, говорю, не только к тому, что надо защищать свои интересы, да, и никто, они пойдут на нарушения, но никто не будет покупать, почему они будут покупать? Представьте, что если сейчас собрать все инновационные решения, которые применяются в автомобилях, в автомобильном строении, допустим, да, либо в любой другой отрасли, и за все то, что там есть, выплатить лицензионные платежи, компания разорится. Она может за отдельные ключевые вещи платить, те, которые обойти, украсть, не смогла либо каким-то образом перехватить, либо не дождавшись окончания действия срока патента, вот как с 3D-печатью было, и только тогда начать применять. Потому что если по всем этим платить, она не будет прибыли. Поэтому они нацелены на то, чтобы украсть, сломать, убить, все что угодно, опорочить. То есть либо не дать ход этой технологии, либо сделать так, чтобы эта технология просто стала их за минимум вложений. Вот поэтому сейчас многие делают как, вот создают за рубежом фонды всевозможные, всевозможные инновационные центры, экспертные комиссии, ведь любой, посмотрите, экспертный комитет, который заседает, да, эксперты, они из иностранцев. Соответственно, все, кто подает, они рассматривали, смотрят, ищут направление, и бац, опа, а это рационально. И начинают сами разрабатывать это дело. Но имея больший потенциал, больше финансов, больше оборудования, больше людей, они способны это сделать раньше и продвинуться. Таким образом выйти на рынок. Но в нашем случае они не успели. Не успели. Они тогда на Донбассе посчитали, что похоронили это дело, разнесли это в пух и в прах, они думали, что все. Тактика есть такая в природе, когда прикинуться мертвым, затем цепиться в глотку, перехватить яремную жилу, да, или артерию. Да. Поэтому бизнес – это вещь жестокая. Очень жестокая. Поэтому говорить о том, что все там выстроятся, в очередь выстроятся. Нет. В очередь выстроятся за твоим телом. А для того, чтобы нет, надо иметь бигни, мощные, хорошие, понимать. Самое главное – предвидеть, понимать и искать, находить уязвимости и не ждать, что кто-то придет, тебя поддержит или что-то сделает. Это неправда. И поэтому сторонников надо искать себе не в крупном бизнесе, который по факту твой не просто конкурент, это враг тебе, да, а среди тех, кому это надо. Отсюда логически появляется краунд инвестинг. Да. Потому что если это надо людям, они полагают, что это надо, они поддержат тебя. Если это им не нужно, никакой проект не развивается. Совершенно верно. Ну а в то же время тут же надо смотреть, что для того, чтобы человек принял решение поддерживать или нет, ему нужно доносить достоверную информацию. И вот тут возникает новый тип. То, что я говорил, что ВАДА, анализы, допинги и так далее, хотя там нет, да, дискредитация. То же самое. Сейчас это мощнейший инструмент. Сейчас не убивают подворотник, ничего не делают, потому что сейчас он информационный. Он кучу, он как, да, угнали. А потом что? Ничего не получилось. А потом Дену Ковича, пожалуйста, да. Подняли СМИ, облили грязью, золотые батоны, золотые унитазы. А потом же решили, да не такой ужин, совсем конченный был, да. Можно было бы годик потерпеть. Можно было бы, да. Не, ни Крым бы не потеряли, ни Дайбасе войны бы не было. Оно кому было надо. Информационная война, а кто в нее вступил? Да люди не подумали. Они, мы же все выше Советского Союза, да, подавляющее большинство. И мы привыкли верить в СМИ, мы доверяли им, поэтому мы этим воспользовались, дали информацию лживую и все. Точно так же сейчас многие верят и то, что в интернете показывают, и говорят, слепо верят, доверяют, полагают. Если человек сказал, что он эксперт, он эксперт. Если у него даже через одно слово 10 матов, он все равно эксперт. Почему? Потому что он, ну, личина у него столько подписанных. Вот я поверю в это, они обманываются. Результат, Крыма нет, Донбасса нет. Всем привет. Сами себе, да, нагадили в карман. И каждому надо думать, а зачем он это выкладывает, зачем он это делает. Но если мы с вами снимаем ролики, то ясно зачем. Мы рассказываем про проект, мы привлекаем инвесторов. Никто этого не скрывает и говорим открыто, да, мы заинтересованы в реализации этого проекта. Зачем? Мы вкратце рассказывали. Кому, зачем это надо. И почему столько средств туда вкладывается. Потому что, ну, есть такой эффект лягушкой, да, когда лягушку берут в кипяток, кидают, она выскакивает. Остается жива. Ну, в горячей воде. А потом берут ее, сажают в холодную воду. И медленно подогреваются. Она плавает, плавает, ныряет и варится саживаю. Она не видит причинно-следственных связей. Есть люди, которые не видят причинно-следственных связей. Они не видят последствий. И считают, да ладно, само рассосится. Не рассасывается. И мы делаем это, потому что понимаем, само не рассосится. Само не рассосится. Поэтому, можно было бы спокойно никуда не тратить эти деньги. Можно было бы, как говорится, по женщинам схватить или еще что-то там. Потому что яхты нафиг не нужны, неинтересно. Дорого содержать. Да и смыслами. Поэтому, куда-чего. Это отдельный разговор. Мы уже как-то говорили о том, что обсуждали. Это разговор длительный. Но, тем не менее, можем рассказать и партнерам в видении того, что происходит. Но многие уже слышали на вебинарах, это много раз поднималось, что проблематика использования энергии последствий от этого дела. Последствия с электротранспортом. Чему это приводит? Мы можем отдельно потом собраться и обсудить. Я думаю, это будет интересно. Да, потому что мы все-таки с вами про пирамиду. А здесь уже пошли глубже к основанию. Поэтому, если сейчас по этой бумаге потом мы начнем составлять всю эту оборудование, уже начнется не бумажная пирамиду, а металлическая. Я думаю, этого очень многие ждут. В том числе и я. Да, поэтому мы принимаем оборудование, отлаживаем его, делаем приемочку его, отладка, проверка. Проверяем технологию, сделали детали, проверили, насколько время это занимает, насколько это укладывается, себе стоимость и считаем, 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 считаем. Потому что одно дело, то, что написано в документах, совершенно другое, то, что мы получаем на практике. А потом, копеечка, копеечка и оттуда вырастет себе стоимость. Пойдем считать? Конечно.